МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Курзамское телевидение. А это значит в эфире программа «Взгляд из Венсполса. События, люди, мнения». С вами в студии я, Татьяна Саксаганская. Сегодня мы расскажем вам о том, какова статистика нарушений во время комендантского часа в Венсполсе. Какие изменения в графике движения общественного транспорта запланированы в праздничные дни? И какую мобильную аппликацию придумали предприимчивые молодые люди, чтобы наши кошельки больше не раздувались от огромного количества различных карточек? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сокончились строгие ограничения, согласно которым в Латвии с 8 вечера до 5 утра действовал комендантский час, и нельзя было необоснованно покидать свои дома. Если же кто-то вынужден был выйти из дома, даже просто выгулиться бабку, необходимо было заполнить специальный бланк. В один из последних рейдов вместе с сотрудниками полиции самоуправления отправилась и наша съемочная группа. Вот иду домой. Вот я успел делать. Начиная с 21 октября, за этот период полиция самоуправления проверила 924 человека. 177 из них получили устное предупреждение за то, что они находились на улице в период с 8 вечера до 5 утра без заполненного подтверждения. В 59 случаях принято решение о возбуждении административного процесса, чтобы призвать нарушителей к административной ответственности. Человек находится возле своего дома. Немного не успел. Подтверждения нет, но поскольку это в первый раз, вынесем устное предупреждение. Полиция останавливала и проверяла не только проезжающие автомобили, но и пешеходов, и владельцев собак. У каждого проверяли документы, выясняли фактическое место жительства, заполнена ли бумага, удостоверяющая уважительную причину, чтобы выяснить, почему человек покинул место жительства. Каждый случай рассматривался индивидуально. Напомним, что за нарушение комендантского часа полагался штраф от 10 до 2000 евро. Мы накладывали штраф от 10 до 50 евро. В двух случаях штраф был больше. В одном случае наложили штраф 200 евро, во втором – 300. Это забравурное поведение за то, что они отказывались соблюдать правила. Соответственно, и штраф был. За эти несколько недель бывали разные случаи. Но с людьми, специально провоцирующими и злостно нарушающими, сотрудникам государственной и муниципальной полиции сталкиваться не пришлось. В конце прошлой недели остановили одного любителя прогулок на электроскутере, который закрыл фонарь маской для лица, чтобы его не заметили. За этот период мы проверили больше людей, чем за предыдущий. И это потому, что комендантский час начинался в этот раз в 20.00, а в это время много людей возвращаются с работы, те, кто работают по сменам. Муниципальная полиция применяла превентивные меры. Административный штраф накладывался только в случаях злостного нарушения. За этот период удалось задержать несколько человек, которые находились в розыске. В среднем каждую ночь останавливали 30-40 человек. Треть из них нарушали правила. Завершились работы по восстановлению подъездных путей улицы Плосту, которые выполнялись по заказу Венсполского управления свободного порта. Реконструкция этой дороги имеет особое значение для транспортировки универсальных и крупногабаритных грузов к терминалам Венсполского свободного порта. На этой улице заменили устаревшее асфальтобетонное покрытие, установили новое освещение. Часть проекта касалась строительства подъездных путей напротив Венсполской первой государственной гимназии. Работа выполняла фирма ЦТБ. Расходы на строительство составили почти 175 тысяч евро. В последние годы объемы крупногабаритных грузов заметно увеличились. Если в 2018 году коммунальное управление выдало 318 разрешений, в 2019 – 289, в 2020 – 418, то в этом году – 502 разрешения. В проект реконструкции подъездных путей включены и другие улицы. До конца 2023 года планируется реконструировать 19 отрезков протяженностью 13 километров. Общая стоимость проекта составляет 19 миллионов 650 тысяч евро. 85% затрат покрывает Европейский фонд Кахезии. Мы продолжаем рассказывать вам об удачной реализации бизнес-идей, осуществляемых при поддержке Kings – программы курзомских инновационных грантов. В Леопе разработана аппликация под названием Кэрдли. По словам автора идеи, она призвана облегчить нам жизнь. Используя эту аппликацию, больше не придется носить с собой десятки скидочных карт в латвийских магазинах. Все теперь будет в телефоне. Кошельки у всех переполнены. Почти у каждого магазина своя карта лояльности. У одних они цифровые, со штрих-кодами, у других надо проводить через аппарат, а у третьих – это картонные карточки, на которых ставят печати. Но у каждого своя карта. Кошелек становится все толще и толще. Молодые предприниматели выяснили, что в среднем у жителей страны в кошельке порядка 12 скидочных карт или карт лояльности. Сначала была возможность присоединить только карты с тюар-кодом или штрих-кодами. Но в некоторых магазинах на картах надо собирать печати, по количеству которых определяется размер скидки. Теперь в аппликации можно зарегистрировать и такие карты. Получается так. Продавец загружает аппликацию на свой телефон и затем считывает информацию с телефона клиента. И все. Абонентная плата составит порядка 10-15 евро в месяц, например, для магазина кофе. Для покупателя это бесплатно. Сейчас мы ничего не зарабатываем. Наша цель – набрать клиентов. Эта бизнес-идея – одна из тех, благодаря которой было основано предприятие. 19 ноября фирма отметит свою первую годовщину. Сейчас прибыли нет, все вкладывается в развитие. Предлагают также услуги по программированию и кодированию. Во словам Дайриса, начало было не из легких, а работать приходилось даже в гараже. Нам изначально хотелось для себя это сделать. Сначала постепенно присоединились наши друзья, они в свою очередь рассказывали своим знакомым. И вот однажды мы решили посмотреть, а сколько у нас пользователей. А их было уже 500. Кому-то эта цифра покажется небольшой, а мы были в восторге. О, 500! Значит, людям понравилась наша идея, и они ею пользуются. Авторы идеи – три молодых человека – Валдис, Даниэл и Дайрис. Для реализации идеи периодически они на время привлекают дополнительные человеческие ресурсы. Атмосфера в проекте Кинз вдохновляющая, говорит Дайрис. Все что-то стремятся делать, они ждут, пока наступят благоприятные условия. Любые сложности воспринимались как вызов. Государственные праздники – традиционно выходные дни. Но не для всех профессий. Некоторые работают каждый день – и в праздничные, и в обычные выходные. Например, водители общественного транспорта. В Венсполсе – это работники предприятия «Венсполсрейс». Чтобы создать праздничное настроение работникам и горожанам, городские автобусы украсили государственными флажками. Специфика работы водителей такова, что они часто праздники проводят на рабочем месте – в автобусе. Мы несколько лет назад задумались о том, как же создать им праздничное настроение и на работе. Конечно, они надевают белые рубашки, но, может, еще что-то можно сделать. Так и пришла идея использовать флажки, создавая праздничное настроение и пассажирам, и водителям, которые в это время работают. Водители с удовольствием устанавливают флажки на автобусы. И даже на другие праздники, на такие, как Лига, Рождество, Новый год, в патриотические праздники к 18 ноября украшают не в только автобусы. Также на их одежде можно заметить красно-бело-красные ленточки. Изменения в движении общественного транспорта в праздничные дни будет незначительным. Автобусы по Венсполсу будут курсировать в четверг, 18 ноября, и в пятницу, 19 ноября, как по субботам. Ну а 20 и 21, соответственно, в субботу и воскресенье, по графику выходных дней. Изменения в расписании междугородных и районных автобусов не будет. Они будут курсировать по обычному расписанию. С наступлением осени водители вместе с билетом маленьким пассажирам и сеньорам вручают подарки, отражатели. Безопасность – это хороший стиль и главный ориентир работы Венсполс-рейса, говорит Аге Лейманы. Это все события, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. 21 ноября в 17.00 в концертном зале «Латвия» выступит виртуозный, харизматичный немецкий органист Кристиан Шмидт. В программе Иоганн Себастьян Бах, Арва Петра, Жанна Лангле и другие композиторы. В прямом эфире концерт можно будет посмотреть в интернете на домашней страничке Беля Шапара Дейза. Венсполской социальной службы Уна Лапскауна. Тема беседы – социальная помощь, социальные пособия, льготы и скидки, доступные в Венсполсе. Вопросы можно задавать на портале города венсполс.лв, а также присылать по электронной почте на адрес vtvtskatvis.net, либо звонить в рабочие дни с 8 утра до 12 дня и с часу дня до 5 вечера по телефону 636-01-270. Позвонить можно будет и в студию во время эфира по телефону 636-27-360 или 29-18-53-71.